Так, следующая задача 1.3. Перечислите особенности астрономии как науки. Приведите не менее трех вариантов. Может быть, вы внимательно, когда лекцию смотрели, какие-то особенности? Чем она от других принципиально отличается? Далеко в предмет изучения находится. Да, первое, замечательно. То есть, дистанционное изучение, то есть, объект недосягаем. Ну, эксперимент нам не поставить, я попробую. Да. Ну, как раз из-за недосягаемости. А что еще? Первая математика повлияла на... Ну, а нам математика много на кого повлияла. На физику повлияла, так. Какую еще особенность можно выделить? Так, первую правильно. Вы говорили, что чтобы это стало наукой, нужно еще лучше, чтобы математика развилась. И там, основном, я раньше, чем математика. Мне отвечает, я других наук, правильно? Покажу. Причем, отвечает, одно, другое. Особенности. Так, подсказка про то, что длительность процессов, длительность процессов, которых продолжается. То, что они можем наблюдать вместе с ними? Да. Поэтому здесь наблюдаются процессы, длительность которых слишком велика может быть. Значит, это вторая особенность. Значит, из удаленности объектов следует еще одно свойство. То, что мы, в принципе, мы только наблюдение делаем. Только наблюдение делаем. То есть, то излучение, которое до нас дошло. А вот здесь, получается, здесь вырывается в 20-м веке, в среднем 20-м веке, врывается космонавтика и говорит, что, а вот можно, кое-что можно посетить, там, например, ближайшие какие-то объекты, Луну. Ну, а если речь не о доставке человека, то можно какой-нибудь робот доставить в пределах Солнечной системы или запустить автоматический аппарат. И здесь, получается, как граница немножко размывается и, получается, вот эта первая особенность, недосягаемость, она космонавтика говорит, не, мы можем достигнуть, ну, некоторые, некоторые объекты, если у вас есть большой бюджет денег, вы можете себе это позволить. Так, хорошо, значит, вот вы какие-то особенности себе записали, да? Цель особенности.